Всем привет! С вами канал Территория Мужчин и продолжаем аквариумную тематику. Вот такие товары я купил на сайте Алиэкспресс для реализации светодиодного освещения на своем аквариуме. Сейчас я подробно расскажу и покажу, что это такое, для чего оно нужно, где я его покупал и сколько оно стоит. Итак, для начала я расскажу вам про светодиоды. Вот, для теста я купил десяток светодиодов. Сейчас открою. Покажу, как они выглядят. Выглядят светодиоды вот так. Марка данных светодиодов Epistar, напряжение 3,3,6 В, мощность 3 В, угол освещения 120 градусов, средний срок эксплуатации приблизительно 50 000 часов, температура света от 3000 до 20000 К, то есть можно выбирать. Световой поток 160-180 люмен. Покупал, как я уже сказал, на сайте Алиэкспресс. Ссылочку на данные светодиоды я размещаю в описании к видео. Цена составляет 3,39 доллара. Себе я заказал холодный свет, температура около 6,5 тысяч кельвинов. У продавца можно заказать разные типы светодиодов, разной теплоты, а также цветные светодиоды. Я же пока остановился на просто белых светодиодах, попробую, как они работают, протестирую их, а там будет видно. Светодиоды, как вы видите, я брал сразу на таких алюминиевых подложках. Вот такие они. Так как будем делать пока одну планочку освещения, взамен сгоревших двух люминесцентных ламп, я взял пока их 10 штук на пробу. Потом докупим еще. Так, это по светодиодам. Вот пришли в таком пакетике. Вот такие светодиоды. Так, далее. Далее переходим к драйверу. Как известно, на светодиоды нужен драйвер. Как вы видите, этот драйвер рассчитан на 12-18 светодиодов мощностью 1 Вт. И если учитывать то, что у меня диоды 3-х ваттные, то этот драйвер будет запитывать от 4 до 6 штук. Как мы видим, напряжение входное составляет до 265 Вольт. И выходное 42,63 Вольта, 300 мА. Вот такой он, небольшой, компактный. Здесь у нас вход 220, здесь у нас выход. Эта коробочка легко разбирается. То есть, вот здесь подщелкиваем защелки. Вот такие. И в середине вот такая оплатка. Эти проводки можно поменять на свои. Вот так. Брал я уже их также на Алиэкспресс, только у дорогого продавца. Данные драйверы можно выбрать от 1 до 36 Вт. То есть, выбираете на сколько вам нужно. Цена на драйвер составляет от 0,83 до 6,35 Вт. То есть, тоже в зависимости от мощности. Вот такой драйвер. Так, и последнее. Это термоклей. Вот такой термоклей. Покупал я его тоже на Алиэкспресс. Это нечто среднее между термопастой и клеем. То есть, это термопаста, но с клеящими свойствами. Покупалась тоже на Алиэкспресс. Цена 1,92 доллара. То есть, тоже достаточно бюджетненько. Итак, у нас есть 10 светодиодов, термопаста и драйвер. И большое желание сделать светодиодное освещение в Аквари. Для светодиодного освещения в качестве профиля я буду использовать вот такой алюминиевый профиль из старого карниза. Вот он имеет такой хитрый вид. Я его немного почистил уже. Будем пробовать, тестировать, как оно будет работать. Светодиоды будем ставить вот на эту поверхность. Все это будет выглядеть вот так. Берем наш светодиод, намазываем его термоклеем и просто приклеиваем его с определенным шагом на наш профиль. Ну, пока все. На этом первая часть видео заканчивается. В следующем видео будем уже непосредственно клеить наши светодиоды на профиль. Я покажу, как правильно их соединять между собой, паять и будем проверять на работоспособность нашу систему. Пока все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.